Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей на подъемнике. Автомобиль, про который пойдет речь в нашем обзоре, относится к классу микроавтобусов. Именно микроавтобусов, вполне пригодных на роль единственного автомобиля в семье. А не автомобилей наподобие газели, такие как Ford Transit или, например, Mercedes Vito Viano. И именно этот тип автомобилей – та самая категория праворулик, которые вряд ли в ближайшее время удастся чем-то заместить. Гость нашего сегодняшнего подъемника некогда был крайне популярен. Модель до сих пор пользуется повышенным спросом, но уже в своем следующем актуальном поколении. Ну а сегодня речь пойдет про предшественника. Такие автомобили ввозятся уже скорее в порядке исключения. Их осталось не так много, но они по-своему интересны. Давайте посмотрим, что представляет собой Honda Step-Wagon в кузове RK. Четвертое поколение популярнейшего минивена Honda Step-Wagon встало на конвейер в 2009 году. Модель выпускалась до 2015-го. В 2012-м пройдя через рестайлинг, в ходе которого слегка обновили агрегатную линейку, ну и чуть-чуть косметически подправили внешность. Выбора по части агрегатов здесь не было. Один-единственный двигатель бензиновый, 2 литра на 150 лошадиных сил. Коробки передач на дорестайлинговых автомобилях могли быть как вариаторными для переднего привода, так и классическими автоматическими для 4WD. Ну а после рестайлинга все степ-вагоны RK, как передние, так и полноприводные, уже имели сугубо вариаторные коробки. Наш сегодняшний экземпляр – это машина 2012 года выпуска с передним приводом, соответственно, вариатором. Комплектация спада, пробег по Японии 177 тысяч километров. Прелесть именно японских микроавтобусов заключается в том, что при солидной вместимости эти машины на дороге занимают не больше места, чем иной седан бизнес-класса. Honda StepWagon тому подтверждение. Длина этого автомобиля 4 метра 68 сантиметров, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 81. Колесная база автомобиля 2 метра 85 сантиметров, а снаряженная масса всего 1620 килограмм. Машина при этом довольно маневренная, радиус разворота составляет 5,3 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Honda StepWagon в 4-й генерации выкрашен довольно-таки тонко, но потолще, чем иные модели для японского рынка. Диапазон показаний толщиномера здесь, как правило, лежит в пределах 90-120-130 микрон. Что касается коррозии, то Honda StepWagon на самом деле довольно устойчивый к ржавчине автомобиль. Конечно, если вы смотрите машину, которая изрядно побегала по России, внимательно осматривайте пороги, днище и задние арки. Но каких-то специфических болезненных мест в плане кузова у этой модели нет. Осмотр автомобиля внутри по традиции начнем с багажника. Доступ куда нам открывает просто огромная подъемная дверь. Автомобиль, естественно, трехрядный, рассчитанный на 8 пассажиров. И при установленных на место сидениях третьего ряда, багажник на самом деле здесь не слишком-то маленький. В данном случае для размещения багажа нам доступна ниша, которая, собственно, и служит убежищем для сложенного третьего ряда сидений. Ширина дверного проема по его средней части это 119 сантиметров. Высота проема при этом составляет порядка тех же 119 сантиметров. То есть проем у нас по факту квадратный. А высота багажного отделения от пола до потолка метр сорок. Это с учетом глубины ниши. Ширина по низу, куда, собственно, вы и будете складывать вещи при поднятом третьем ряде, это метр двадцать. А длина ниши под сидениями целых 60 сантиметров. Что с учетом возможности складывать, например, сумки одну на другую до потолка, в данном случае приближает багажник степ-вагона в такой конфигурации к багажнику какого-нибудь небольшого, скажем, хэтчбека. Если же в данный момент количество пассажиров у вас не будет превышать пяти человек, то, конечно, третий ряд вы можете спокойно сложить в пол. Делается это достаточно легко. Сначала вы складываете спинки сидений, а затем переворачиваете все это дело в пол, фиксируя специальным крючком. Теперь длина багажного отделения вашего степ-вагона возрастает до одного метра двадцати сантиметров. Ну, а если и этого вам мало, вы можете сложить сидения второго ряда. При сложенных сидениях второго ряда, которые кувыркаются вперед на манер того, как это происходит, например, в Хонде Фрид, рассчитанной на семь мест, либо в таких автомобилях, как Митсубиси Аутлендер, вы получаете погрузочную площадку длиной уже метр шестьдесят восемь. Ну, а если груз у вас какой-то очень длинный, но при этом относительно плоский, что-то наподобие плентусов, его вы можете протолкнуть и под самими сидениями второго ряда снизу, и можете также сложить спинки сидения назад и положить это все по салону. В этом случае длина салона автомобиля, на которую вы сможете рассчитывать, будет превышать два метра шестьдесят сантиметров. Что касается дополнительных удобств в багажном отделении, то здесь, пожалуй, отметить-то и нечего, кроме потолочного плафона, небольшой ниши с левой стороны. Также справа под фальшпанелью у нас прячется штатный инструмент, домкрат, баллонник, вороток. А с левой стороны за фальшпанелью располагается ремнобор для проколотого колеса в виде герметика и компрессора. Никакой запаской эти автомобили не комплектуются. Ну, а теперь про салон Honda StepWagon четвертого поколения. Что касается посадки, попадая сюда, отмечаешь по-хондовски выраженный профиль сидения. Хоть это и минивэн, но сидение на самом деле весьма удобное. Не сказать, что оно беспредельно мягкое, но и табуреткой, конечно, его тоже не назовешь. Все так, как и должно быть. Подобрать удобную посадку за рулем у меня с ростом 1,86 м получилось достаточно быстро. Рулевая колонка в этих автомобилях имеет регулировку как по наклону, так и по вылету. Причем в довольно-таки широком диапазоне, правда, регулировка это чисто механическая. Сидение водителя также имеет регулировку по высоте. И если отодвинуть его максимально назад и при этом опустить вниз, то, в принципе, запас для ног здесь все еще будет. Хотя пол салона находится не на таком отдалении, чтобы можно было выпрямить ногу в колени. Но, опять же, посадка здесь все же вертикальная, это как-никак минивэн. Поэтому такой запас пространства достаточен, в принципе, для водителей даже высокого роста. Из удобств также для водителя и переднего пассажира здесь есть свои отдельные индивидуальные подлокотники. Правда, подлокотник этот будет, скорее всего, удобен на трассе, но очень неудобен в городе, когда надо маневрировать. Так что его, скорее всего, придется свернуть. Под правой рукой у нас есть упор в виде подлокотника дверной карты, который располагается ровно там, где и должен. Здесь же, если говорить об органах управления, у нас стеклоподъемники водительские с авторежимом, центральный замок и пульт управления зеркалами. Справа от рулевого колеса у нас кнопка включения-выключения системы стабилизации, пульт управления с движными боковыми дверьми. В данном случае обе двери электрифицированы. И две заглушки, если не ошибаюсь, на этих местах может располагаться включение-выключение системы старт-стоп и, возможно, подогрев лобового стекла. Что касается рулевого колеса, в данном конкретном экземпляре у нас кожаная отделка, но при этом руль мультит ровно наполовину. Круиз-контроля здесь у нас нет. Есть клавиши управления мультимедийной системой и подключенным по Bluetooth протоколу телефоном. Сам руль хватки довольно-таки приятный, хорошо лежит в руках. Снабжен подрулевыми лепестками для переключения передач в ручном режиме, когда вариатор имитирует несколько ступеней трансмиссии. По подрулевым переключателям вопросов нет, располагаются они ровно там, где и должны. Все довольно удобно. Оригинальная магнитола в данном случае имеет большой двухдиновый экран, камеру заднего вида, систему навигации и возможность подключать телефон для того, чтобы разговаривать по автомобилю. Центральная консоль также не перегружена клавишами. По сути дела здесь у нас большая удобная кнопка аварийки, настройка часов, также управление одометром, сброс суточного пробега и она же регулировка яркости панели приборов и пульт управления климат-контролем. Климат полностью автоматический, но в данной комплектации он по сути однозонный, только передняя часть. Для задних пассажиров здесь доступен сугубо кондиционер, у них есть свой собственный механический пультик управления скоростью работы вентилятора. Машина также имеет подогрев боковых зеркал, который по хондовской традиции активируется одновременно с подогревом заднего стекла. Внизу центральной консоли у нас располагаются несколько разъемов, это USB разъем, 12-вольтовая розетка и видеовход с тюльпанами. В целом здесь все очень просто и понятно. Что касается бардачков и разного рода мест для хранения, в хонде StepWagon в кузове РК их на самом деле предостаточно. Здесь довольно большое количество разного рода полочек и плоских поверхностей, включая огромную полку перед комбинацией приборов, куда можно что-то положить. Конечно, лучше снабдив это дело нескользящим ковриком и не очень громоздко, чтобы не перекрывать, собственно, приборы. Есть маленький бардачок в верхней части панели, есть более основательный, более крупный, но все еще небольшой бардачок у нас внизу. Также присутствует сдвоенный подстаканник для водителя и переднего пассажира на удобной высоте и кармашек, куда можно положить что-то по мелочи. Центрального тоннеля здесь нет в принципе, пол абсолютно ровный, при желании можно спокойно переходить с места водителя, например, на задние ряды. В дверных картах по низу у нас есть двухуровневые карманы, примерно посредине, внизу и плюс место, отформованное под небольшую бутылочку объемом 0,5 литров. Также рядом с пультом управления освещением на потолке автомобиля у нас есть очечник по совместительству, работающий в качестве панорамного зеркала, через которое можно наблюдать все, что происходит в салоне автомобиля на задних рядах. Если у вас есть несовершеннолетние дети, которые ездят в детских креслах сзади, то это очень и очень полезная опция. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на задних рядах. Что касается второго ряда, то здесь, конечно, вольготно. Все же это микроавтобус. Сидение второго ряда абсолютно плоское. Оно у нас делится на две секции и вдобавок имеет, помимо прочего, регулировку, как по наклону спинки от вот такого вертикального до лежачего, причем абсолютно лежачего положения, так и регулировку по длине. То есть задние пассажиры могут придвигаться ближе дальше. В максимально придвинутом к водителю положении сидения, когда вам надо высвободить максимум места для ног задних пассажиров, я, кстати говоря, при моем росте 1,86 м, не касаюсь коленями спинки переднего кресла, установленного под собственную удобную посадку. Пожаловаться здесь пассажирам второго ряда можно разве что на отсутствие опоры для локтя правой руки. Слева-то у нас есть подлокотник, который открывается из спинки сидения, а вот правую руку придется либо возить на подоконнике, который довольно-таки узкий и жесткий, либо просто как-то сидеть без опоры для локтя. Внизу дверной карты задних дверей есть также место под бутылочку, либо под стакан. Справа есть собственные дефлекторы вентиляции и, собственно говоря, пульт управления скоростью. вращения вентилятора от единички до тройки, сильнее и слабее. В комплектациях, где предусмотрена вторая печка, как ее принято называть, у задних пассажиров будет свой собственный пульт управления климатом, аналогичный переднему, где будет также возможность регулировки температуры в плюсовой зоне. Если же третьего ряда в автомобиле в данный момент нет, то вы, в принципе, можете обеспечить себе реально огромное пространство для ног, сдвинув сидение. И тогда сидите, хоть забросив ногу на ногу. Что касается третьего ряда. При росте метр восемьдесят шесть, если сидение второго ряда будет до конца отодвинуто, я упираюсь коленями в спинку. Но, опять же, продольная регулировка позволяет нам высвободить немного места для ног. И в таком положении колени уже до спинки не достают. То есть сидеть довольно удобно. Пол здесь ровный. Естественно, само сидение третьего ряда тоже полностью плоское. Теоретически здесь можно разместиться даже втроем, но будет чуть-чуть тесновато. Хотя третий и средний ремень здесь присутствуют. Здесь у пассажиров уже будет опора под правый локоть, но не под левый, конечно. С правой стороны также есть подстаканники, причем довольно глубокие, и собственные дефлекторы вентиляции. Да, кстати, угол наклона спинки сидения третьего ряда также поддается регулировке, и при желании можно также довольно вольготно откинуться. Так что Хонду Степвеган в кузове РК можно смело порекомендовать тем из вас, кто планирует дальние автопутешествия большой компании. Количество места в салоне и удобство размещения здесь на уровне. Один единственно возможный двигатель для данного поколения Степвеганов располагается где-то глубоко внизу моторного отсека. Это рядная алюминиевая четверка, которая носит индекс Р20А. Мотор этот сам по себе крайне надежный и простой. Здесь один-единственный распредвал, цепной привод газораспределительного механизма и по старой хондовской традиции отсутствующие гидрокомпенсаторы. Правда, регулировка клапанов выполняется на данных двигателях без использования каких бы то ни было шайб и толкателей. Регламент регулировки раз в 45 тысяч километров пробега. Компоновка подкапотного пространства Степвегана 4-й генерации хороша еще и тем, что в данном случае вы имеете очень хороший доступ как к катушкам зажигания со свечами, так, например, и к термостату. То есть какие-либо замены этих элементов здесь не будут представлять абсолютно никакой сложности. Этот двигатель выдает 150 лошадиных сил и 193 ньютонометра крутящего момента. Степвеган с данным мотором имеет в целом достаточную для семейного микроавтобуса динамику и при этом небольшой расход топлива в городском цикле порядка 10 литров на 100 километров пробега. Объем заливаемого сюда масла 4,3 литра, вязкость масла 5В30. Ну а бензин лучше использовать 95-й. Среднеизвешенный ресурс подобных моторов это около 300 тысяч километров до появления первых проблем. Естественно, если вы будете менять масло чаще регламента и использовать качественные горюче-смазочные материалы с большой долей вероятности, вы и рубеж в 300 тысяч перешагнете без каких-то особых заморочек. Но имейте в виду, что большинство подобных машин уже побегали по России и при выборе автомобиля не поленитесь все же на всякий случай хотя бы его разгазовать, чтобы исключить вариант покупки подобной машины с ранее перегретым двигателем. В результате перегрева здесь запросто могут подзалечь колечки. И ваш степ-выгон начнет подъедать масло, причем в нескромных количествах. Но вообще данный двигатель слабых мест практически лишен. Многие владельцы отмечают только некоторые неприятные моменты, по сути не являющиеся критическими. Например, здесь шумно работает абсорбер топливных паров, чье цоканье запросто можно принять за неисправность. Но это просто особенность работы узла, с которой надо смириться. Также бывают вопросы по натяжителю ремня привода вспомогательных агрегатов. Ну а если вы заметили за автомобилем такие симптомы, как снижение тяги, потеря мощности или троение, либо дерганный разгон, обратите внимание на целостность гофры, которая идет от корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Встречаются случаи, когда гофра банально рвется. Кроме того, на данном двигателе присутствует клапан EGR, который в случае, когда он оказывается забит и прекращает функционировать, также способен изрядно подпортить картину от работы мотора. Но тем владельцам, кто следит за исправностью системы охлаждения, не пренебрегает чисткой дроссельной заслонки и клапана EGR, а также своевременно меняет масла и фильтра данные двигатели, служат исправно долгие годы. Что касается коробок передач, на степ-вегонах использовались либо вариаторные трансмиссии, либо автоматические пятиступенчатые коробки на выдовых автомобилях до 2012 года выпуска. Сказать что-то плохое про надежность этих трансмиссий нельзя. И те, и те крайне выносливые, зачастую способны отработать тот же пробег, что и сам двигатель, то есть под три сотни тысяч километров. Из нашей практики встречались случаи, когда на степ-вегонах приходилось, например, заниматься заменой шрусов. Но этот момент выявляется элементарно на тест-драйве. На автомобиле не должно быть лишних шумов и вибраций при разгоне. Да и, собственно, к коробке передач он также не относится. Интервал замены масла в автомате 60 тысяч километров, интервал замены рабочей жидкости вариаторной трансмиссии раз в 40 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как осмотреть этот автомобиль на подъемнике, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. Каталожное значение клиренса для хонды степ-вегон 4-й генерации 155 миллиметров. И это значение достигается здесь, под передним подрамником. Сами же бампера, а именно они, как правило, страдают при парковке к высоким поребрикам, здесь находятся на расстоянии порядка 18 сантиметров от поверхности земли в задней части. Ну а резиновый брызговичок висит чуть ниже, 14 сантиметров. Расстояние от асфальта до порога, в данном случае за передним колесом, 18 сантиметров. Задняя часть порога чуть повыше, 19 сантиметров перед колесом, ну и задний бампер это порядка 24 сантиметров. Интересно при этом, что ниже самого края бампера здесь свисает ниша кузова. Так что препятствие, к которому вы можете безопасно подъехать задним ходом на таком степ-вегоне, это что-то порядка 20 сантиметров. Но по современным меркам, особенно если сравнивать эту машину с такими автомобилями, как например Toyota Esquire и тем более в аэродинамических обвесах, Honda StepWagon в кузове РК это практически паркетник. Что касается подвески Honda StepWagon в кузове РК, то в данном случае передняя подвеска у нас выполнена по классической для всех современных автомобилей схеме Макферса, ну а сзади у нас подвеска зависимая. В случае с переднеприводными машинами сзади будет самая обычная балка. Рулевая рейка здесь конечно же электрическая и каких-то особых проблем даже на больших пробегах она не доставляет. По крайней мере на этой машине с пробегом 177 тысяч километров никаких люфтов в рулевой рейке нет. Правда из опыта людей эксплуатирующих такие автомобили, бывает проблема с датчиком положения рулевого колеса, когда может перестать работать электроусилитель. Но проблема эта не системная и далеко не факт, что вы на своем StepWagon с этим столкнетесь. Передний стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае у нас расположен на подрамнике сверху, но доступ к его креплениям тем не менее здесь есть, пусть и не эталонный. Шаровая опора передних рычагов в данном случае у нас изначально в рычаг запрессована на заводе и по идее по замыслу конструкторов должны меняться вместе с ним. Хотя никто не мешает вам купить дубликатную шарову и перепрессовать ее. В целом передняя подвеска с четвертого StepWagon это довольно таки крепкая конструкция, где приходится менять только такие расходники, как например стойки стабилизатора и то не столь часто. Также мы уже упоминали вопрос по вибрации при разгоне и связан он здесь очень часто бывает именно с правым приводом, поскольку правый привод в данном случае длинный, он имеет промежуточную опору и именно от него следует искать источник вибраций. В задней части автомобиля у нас располагается топливный бак. Бак здесь пластиковый и, кстати, практически лишенный какой бы то ни было защиты. Так что если у вас полноприводный StepWagon РК, не путайте его с внедорожником. Имейте ввиду, что во время внедорожных вылазок бак можно повредить от препятствия. Резиновых элементов в задней подвеске на самом деле очень немного. Это два сайлентблока балки и две втулки на амортизаторах. К пробегу 177 тысяч сайлентблоки балки в данном случае, конечно, демонстрируют признаки старения. Есть на них трещинки, но при этом они пока еще на замену не просятся. Сама компания Honda, кстати, изначально задумывала эти сайлентблоки сменными только вместе со всей балкой задней подвески. Но конструкция эта не уникальная. Встречаются эти детали и на автомобилях других марок, в частности на Тойоте. Так что при подборе дубликатных запчастей проблем у вас с ними возникать не должно. Ну и последнее о геометрической проходимости. Сама банка глушителя у нас в данном случае расположена по линии оси. Так что зацепиться ей у вас вряд ли получится, переезжая какое-либо препятствие. Ну а низшая точка задней части автомобиля, которая находится даже ниже среза заднего бампера, это ниша, куда, собственно, у вас и прячутся кресла третьего ряда в собранном положении. Ну и в завершение к вопросу о состоянии автомобилей, которые приезжают к нам из Японии. На этом автомобиле, напомню, 2012 года, машине 11 лет, нет вообще ни одного намека на какую бы то ни было ржавчину по днищу или по порогам. Продолжение следует... Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!